Олимпийские Не вижу ваши руки Нет, после выступления Катя мне нужно как-то станцевать, спеть Но я буду вам нудно о чем-то говорить Причем о том же самом, о чем говорили все мои предыдущие коллеги Буду вам говорить о том, насколько вообще мы, люди, которые работают в индустрии брендинга Могут влиять на умы и сознание людей, общества, планеты, если хотите А можно мою презентацию, пожалуйста, вывести? Одну минутку, да? Окей Катя Малышева пока Так вот, мы тут недавно были всем агентством на коммуникационном тренинге И нам сказали, вот вы когда общаетесь с людьми, вы говорите не мы, а говорите я Да, поэтому сегодня я вам буду говорить я, как человек, который выражает в индустрии интересы Поскольку являюсь я президентом ассоциации брендинговой компании Поэтому, вот пользуясь полномочиями своими, буду говорить я, выражая тем самым интересы индустрии И буду говорить я, выражая интересы моего агентства, в котором я работаю Это агентство Депо Почему? Вот эта тема, влияние брендинга на общество Когда организаторы G8 к нам обратились и сказали, а вот у нас такая тема impact, да, то есть влияние Я прям возрадовалась, потому что это та тема, которая меня лично интересует в последнее время очень сильно Потому что, ну может в силу возраста, в силу там еще чего-то, я задаю себе вопрос А вот ты вообще для чего живешь? Ну так вышло, что у меня есть собаки, но нет детей, да То есть те люди, у которых есть семья, они живут, ну там, не знаю, для поколения, для будущих, для детей Вот они стараются, работают, что-то там деньги откладывают, покупают машины, квартиры и так далее А у меня собаки, понимаете? И вот в какой-то момент я такой вопрос себе задаю, думаю, а вот это вообще вот все зачем? Но, слава Богу, так вышло, что я оказалась в коммуникационной индустрии И так оказалось, что вот мы, или я работая в брендинге, почувствовала, что делая что-то хорошо на своем месте, делая что-то, ну, замечательное, привлекательное, как мне кажется Я могу влиять на мнение, а иногда и суть на других людей Покажу несколько примеров вам Вот, потом задам вопрос Верите? Вот говорят, что классическая музыка, она много на чем влияет Вот я нашла в интернете такую информацию, что, оказывается, семена лучше всходят Ну, фиг его знает Вот они говорят, что могут взойти лучше Откуда эта информация? Ну, вот поставили они два горшка Ну, возможно, да, под музыку они взошли как-то получше, но никто не проверит Или вот это, да, то есть, ну, вот мамы, я причем сама разговаривала с нашими мамами в агентстве Они говорят, ты что, конечно же, нужно там ребенку ставить классическую музыку, это вот с детства Я говорю, а ты потом спросила у ребенка, вот слушал он что-то там, вот как-то это влияло на него? Да подлинно неизвестно Ну, вообще, конечно же, я вот сейчас так немножко ерничаю, да, то есть считается, что человека, ну, может быть, не в утробе матери, когда он уже вырос Надо там вот воспитывать и окружать красивыми, хорошими, эстетически привлекательными вещами, которые бы и визуально на него воздействовали, и ментально, и вот вообще душевно Поэтому искусство считается, что оказывает позитивное влияние И подвожу я к тому, что бренд, конечно же, это не искусство, конечно же, не нужно его сравнивать там с картинами, шедеврами музыкальными и так далее Но, тем не менее, бренд, ну, в моем понимании, он живет примерно по тем же самым правилам, да, то есть он содержит все вот эти вот five senses Его можно посмотреть, иногда понюхать, да, послушать, ну и так далее И можно ли оказать влияние на человека посредством брендинга? Это вопрос, наверное, открытый к вам Я считаю, что можно И вот мое личное мнение, я думаю, что многие коллеги из АБКР его разделяют, что если вы с детства окружены красивыми вещами То вот эта вот красота, она окажет влияние на результат нашей деятельности Поэтому, если вокруг нас будут существовать хорошие, замечательные бренды, объекты инфраструктурные, города и так далее Всем будет от этого хорошо Вот я в это, правда, верю Поэтому то, что делаем мы в АБКР, то, что делаем мы в ДПО, то, что делаю я лично, я пытаюсь вот через этот принцип всегда пропускать Покажу несколько примеров Вот, например, мохито, да, вот когда мы говорим мохито, у каждого, конечно же, свои ассоциации возникают, да, ну, в массе свои, наверное, у всех одинаковые Какой-то вот такой вот напиток замечательный А если мы скажем клубничный напиток мохито, то вот что-то карибы, вот лед, там, лайм, клубника Но, приходя в магазин, предложим, башан, мы видим мохито И тут вот это вот все рушится у нас А где карибы, где вот эти вот загорелые брюнетки, вот нет ничего, да, вот есть мохито О чем это я? О том, что брендинг сегодня, мы же уже вышли за пределы индустриальной эпохи, да Мы живем в эпоху пост-индустриальную, то есть у нас сейчас все пост Экономика впечатлений, вот это вот сейчас модные слова То есть, соответственно, делая бренды хорошие, которые могут повлиять вообще на что-то Вот я сомневаюсь, что вот это может на что-то повлиять, правда Может быть, вы меня там сейчас закидаете, но вот на меня точно не влияет в хорошем смысле Но если мы создаем какие-то впечатления, да, у человека То есть наша задача вообще у людей, которые занимаются брендингом Создавать эмоциональную такую вот надстройку, либо подстройку Которая бы за какие-то тонкие ниточки души трогала Это наш недавний проект, бренд Сайтот для Юни Левера На самом деле не очень дорогой чай, я вам так скажу То есть дешевый чай, но там живут история, там живут Япония, там живут чаепития То есть, соответственно, люди, покупая этот чай, они в голове себе какую-то историю уже нарисовали Соответственно, пункт, о котором здесь хотелось бы сказать, это стори-теллинг Есть такое слово, рассказывание историй То есть то, что мы сейчас делаем с вами, создавая бренды, мы рассказываем людям какие-то истории И так вот сегодня можно, наверное, смело утверждать, что актуальный бренд, если он историю никакую не рассказывает То он актуальным просто не будет, не является и никогда не станет Поэтому для того, чтобы быть актуальным для потребителя, нужно рассказывать историю Чтобы стать вот его жизненной ценности и стать частью культуры вообще того общества, в котором мы находимся Истории бывают разные Истории бывают разные И здесь все от вас, опять же, зависит, какую историю вы хотите рассказать И на что вообще вы хотите повлиять Я вот опять про свое, про музыку Вот молоко, да, предположим Есть производители, которые вот такие истории рассказывают Это, кстати, не сейчас, это было там, наверное, в 2014 году Что, конечно же, в Альметьевске, на ферме коровы должны слушать музыку Ну а как же без этого? Если раньше там у нас бабушка, там поля, луга То сейчас нужно что-то новое, какие-то истории Главное, люди же верят, понимаете? Если корова слушает музыку, это хорошо А вот другие предприниматели телевизора, например, повесили в коровнике Потому что если корова смотрит на зеленые луга, то у нее там что-то вот лучше вырабатывается И люди опять верят Вот она история, вот она замечательная Это же лучшее молоко, если корова телевизор не посмотрела Ну как же, нет, нет Но параллельно с этим существуют и другие бренды И это тоже, кстати, история Вот я, ну, не хочу здесь никого обидеть Это причем существующий бренд, более того Они же его по франшизе еще и продают Вот, например, ладно, если там куриное мясо, да? То есть вот здесь вот Правда, это даже не курица, это петух, судя по-кендерным отличиям есть Но молоко от коряков, в моем понимании, вот, у меня фантазии не хватает Причем тут курица, молоко, ну, может быть, на одной ферме они живут, не знаю Но вот, тем не менее, это тоже, кстати, история И здесь, ну, такое, что ли, напутствие Все-таки контент вашей истории Это то, о чем нужно задуматься Потому что мы всегда держим в голове, что мы же не просто так Не для собственного удовольствия это делаем Мы это делаем для того, чтобы влиять на сознание Манипулировать, ну, в каком-то роде, да, потребителем Для того, чтобы он покупал наш продукт Ну, и опять же, ценностям не соответствует бренд Не будет человек покупать этот продукт Говоря про ценности Конечно же, все мы разные Ценности у нас разные Кому-то нравится одно, кому-то другое Но, тем не менее, вот есть такое понятие маркетинга Ситуативный маркетинг Здесь, вы видите на слайде два примера Справа это вот мороженое от компании Винтер Мороженое Престолов Я сама не видела, а вот слева А из Крым Это я сделала фотографию в Крыму, будучи Ну, по-моему, хорошая история, да, вот такой ситуативный маркетинг Продается? Не знаю Но, в принципе, история неплохая Вот, продолжая тему про актуальность Это тоже фотография сделана в Крыму Это меню Обычное меню в обычной забегаловке Но оно же не меню называется Она называется «Еда нового поколения» То есть для чего? Для того, что даже обычные Вот там вот фастфуд на улице сосисочные Они же хотят быть актуальными И это очень хорошо, это похвально Несколько покажу примеров И собственные, и не собственные, и не собственные практики Бренд KFC Сейчас у нас по-другому как-то даже язык не поворачивается Назвать А совсем недавно назывался он «Кентаки Фрайд Чикен» И нормально Но, говоря об актуальности Они отказались от «Кентаки Фрайд Чикен» Почему? Многие отвечают Ну, симплисити, тренд Потому что все сейчас вот сокращается Потому что были раньше «Эрнст Янка» Сейчас «Иуай» Прайс Водерхаус Куперса Сейчас «БВС» Я говорю, нет, на самом деле не по этому Потому что слово «Фрайд Чикен» Плохое слово Потому что в обществе сейчас «Жареное» Это не очень популярная такая история Соответственно, «Жареное» — это плохое Да, они остались на курице Они все равно продают «Жареную курицу» плохую Но не надо об этом говорить слово Поэтому «Кентаки Фрайд Чикен» И заявили об этом в конце прошлого года Но запустили этот бренд без «Донатс» в этом году Кстати, в России до сих пор не запустили Я недавно видела «Данкен Донатс» И думаю, блин, ну чего ж мы отстаем-то Во всем мире уже «Данкен», а у нас до сих пор «Донатс» Потому что компания переросла уже Пончики, опять же, пончики — это не healthy food То есть это не здоровая еда Плюс для того, чтобы быть актуальными И соответствовать вообще стратегии самой компании Это теперь компания кофейная То есть это не пончиковая И основной их бизнес — это кофе Всевозможные сорта кофе Сейчас они по осени продают бампкин, тыквенный кофе Но смысл в чем? Смысл в том, что они шагнули еще дальше Вот здесь вот в правом углу вы видите слова Сео генерального директора «Данкен», который сказал Знаете, ребят, мы вообще-то ребрэфинг сделали Вот не для вас, которые вот сейчас живут Мы это сделали для будущих поколений Потому что мы хотим, чтобы наш брэф был актуален Не только сегодня, но и завтра И, в общем-то, вот мой спич сегодня об этом Когда мы делаем что-то, мы должны быть актуальными Не только вот здесь и сейчас А мы влияем на сознание будущих поколений И еще один кейс относительно актуальности Ну, раз уж я тут по фастфуду решила пройтись Покажу еще его Компания «Бургер Кинг», которая вообще известна своими Такими креативными заходами Какой здесь актуальность? Какой здесь ситуативный маркетинг? Классная компания в Мехико проходила По-моему, еще где-то в Л.А. они ее запустили Пробки Все мы стоим в пробке Мехико, там пробки не хуже, чем в Москве А то и даже покрепче так будут Поэтому они запустили службу доставки в пробке Стоишь ты в пробке, а вдруг у тебя тут такой вот стенд И говорят, все равно, будешь, чувак, стоять 50 минут Поэтому закажи себе опер И будем тебе веселее стоять Очень мега успешная компания Вот, классно А лояльность к бренду повышается Несмотря на то, что это все-таки промо-компания была Еще один актуальный тренд Это тоже про simplicity все, да То есть про упрощение Мы его в агентстве называем дебрендинг То есть это брендинг с минимумом брендинга И опять же, возвращаясь к тему традиционных продуктов Потому что, знаете, вот легко делать брендинг каких-нибудь там новаций Вот легко делать, когда у тебя такой весь продукт Весь из себя диджитал И там, конечно же, можно сделать все прям вот актуально-актуально Но когда ты продаешь какие-то базовые такие вот комодити продукты Например, молоко Тяжеловато вообще решиться на такой шаг Наш клиент, Брянский молочный комбинат, БМК Они решились Мы им за это очень сильно благодарны И получился вот такой вот замечательный кейс Кейс успешный Там есть много всяких за и против Говорят, блин, не пойми что Ну, знаете, вот компания, которая смогла встать в хорику ведущих сетей гостиничных Да, то есть они стоят, например, в Holiday Inn Компания, которая смогла со своим базовым продуктом встать в аэрофлот Обратите внимание, какое молоко вам наливают в аэрофлоте Когда вы летите куда-то на международных, по крайней мере, рейсах По-моему, это большой успех Хотя Брянский сделан именно вот в этом году То есть это совсем такая недавняя история Так вот, суммирая сказанное Хотелось бы сказать вот что Если мы, вы, там, ты, он, она Если мы будем делать хорошие, актуальные, работающие бренды То получится такой вот накопительный эффект Накопительный эффект не только за счет того, что у нас, вот вокруг нас Вот вот, ну, какая-то красивая история, да, существовать Накопительный эффект будет еще за счет чего? За счет того, что делая что-то вот такое вот привлекательное Мы тем самым стимулируем, вот так вот мотивируем наших конкурентов Для будущих каких-то шагов Это абсолютно нормально, да, то есть там человеческая психология И когда ты ставишь себе какую-то банку, ты хочешь вот ее вот перепрыгнуть, сделать лучше И от этого рынку только лучше Потому что здесь вот нельзя отрицать уже Я думаю, что вы согласитесь, что эффект брендинга, да, то есть влияние бренда на общество Он будет значительно сильнее, если не он, она там А вот если мы вместе будем что-то делать Ну, вот просто повеселить вас бывает И такая планка, мы делали мороженое бахрома И недавно в Узбекистане мои коллеги сделали фотографию Мы стимулировали конкурентов сделать лучше Они старались, то есть копирование на самом деле тоже хорошо Потому что если вас копируют, это значит, что вот вы повлияли на кого-то Это хорошо Но вот относительно влияния здесь очень важный аспект Это ответственность Держите Я клялась не давать каких-то советов Мне вот Алексей Андреев, мой партнер, говорил Ты главное там не учи никого, потому что ты ведь любишь поучить Поэтому не буду учить, буду себя сдерживать Но тем не менее ответственность, которую мы несем Влияя на сознание потребителя Влияние сознания вообще людей вокруг Это важная такая история Почему? Форбс уродил исследование в прошлом году И по их данным 75% всех людей хотят, чтобы бренды были вот такими вот правильными Чтобы они про качество жизни Чтобы вот благополучие там их собственное Мир во всем мире и так далее То есть это о чем? Это о том, что люди готовы к брендам, которые больше, чем просто вот ни о чем Которые больше, чем просто история коровы под музыку И вот большое спасибо моим коллегам из Майлбери, которые делают замечательные такие вещи Бренды, которые, они вот про что-то больше, чем наши вот такие ежедневные что ли потребности И на этом слайде здесь собраны 4 тренда Я их придумала Эти тренды были аккумулированы из всех выступлений, презентаций и так далее Которые проходили на Каннском фестивале рекламы в этом году Вот 4 драйвера, которые вообще будут в ближайшее время как-то стимулировать рынок Это изменение климата, устойчивое развитие, дайверсити, инклюзивность Это то, о чем мы стараемся или только начинаем, или поучимся думать Первые два можно объединить вот в такой вот кружок, да, который стоит в повестке ООН И сейчас Россия тоже к этому подключилась Который называется циркулярная экономия Я думаю, что это не секрет, все вы знаете, что если раньше у нас это была такая линейная Произвел, потребил, выбросил То сейчас произвел, потребил, переработал Произвел, потребил, переработал и так дальше Соответственно, большинство брендов сейчас именно про это думают Либо хотят думать, либо когда-нибудь в ближайшем времени будут думать И исходя из вот этих вот тенденций, которые существуют сейчас в глобальной повестке Важно еще понимать, что все-таки на перспективу думать надо Лего проводила исследования, они установили, что больше 60% детей, которые сейчас вот входят в детский сад Они будут иметь профессии, о которых мы даже не слышали Мы-то сейчас уже сталкиваемся с профессиями, которых не было Вот в моем детстве слово UX, UI дизайнер не звучало, честное слово А теперь таких профессий масса Поэтому делая что-то вот для тех людей, которых мы еще даже не знаем И не знаем, чем они будут заниматься Мы должны подумать вообще, какие это будут люди и какие у них будут профессии Здесь вот вопрос нравственных ориентиров, который встает сейчас перед нами Вот на этом слайде я тоже такой сделала коллажик Вот сейчас дети к этому относятся нормально Что вот есть там вот женщина, мужчина, что они равны в своих правах Что вот есть там, я не знаю, трансгендеры, есть люди с ограниченными возможностями, ну и так далее Вот эти все аспекты мы в своей работе пытаемся учитывать Какие-то компании это действительно делают там уже в течение многих лет Например, Лего, замечательный кейс, замечательная компания Которая пытается вот эти нравственные ориентиры для будущего поколения Уже сейчас определять, хотя мы не знаем, кто будут эти дети, чем они будут заниматься Но тем не менее, вот в глобальных этих вот трендах, которые существуют Они показывают, что смотрите, вот есть вот защита там окружающей среды Вот есть наша планета Вот, соответственно, в своих продуктах, в своих игрушках они это имплементируют Если говорить о российском рынке Вот компанию Билайн, безусловно, знают все, да? И все мы встречаемся с рекламой компании Билайн Я не говорю, что это плохая реклама Но когда вот если, я вот тоже много с людьми спрашиваю Говорю, вот вы знаете, какая реклама у Билайн? Они, ну да, вот там раньше Светлаков, сейчас Рева Или там гики за шаги, там, ну вот все вот это Люди знают Я говорю, а что вы еще знаете о компании Билайн? Вот вы знаете, например, о том, что компания Билайн является эксклюзивным партнером инициативы Лиза Алерт Это инициатива по поиску людей То есть это поисково-спасательные отряды И компания Билайн очень и очень сильно, то есть без нее не было бы возможности вот это вот осуществлять Вот в моем понимании, если бы компании чуть-чуть больше уделяли внимание вот этим вот нравственным вещам То, в моем понимании, это было бы лучше, да? Мы работали, работаем с компанией Биомикробелия Для них мы сделали бренд, который называется Вандерлаб Вот там вот, видите, да, вот этого медвежонка WWF Это коллаборация, это коллаборация с известной компанией, с известным фондом Она как раз вот про это Она про то, что даже на уровне FMCG, даже на уровне потребительских обычных брендов бытовой химии Можно сделать вот что-то, что таким вот небольшим деликатным моментом оказывает влияние на сознание То есть они делают не химию, они делают вообще полезный на самом деле продукт Их правда можно пить и есть Ну и последняя тема, если говорить о влиянии, это тема коллабораций Не буду останавливаться на фэшн-коллаборациях, все мы ее знаем, да? Но здесь я что хотела сказать Коллаборации сейчас используются не только для того, чтобы расширить свою целевую аудиторию Они используются для того, чтобы привлечь внимание в том числе к какой-то проблеме окружающей среды Коллаборации пришли и с фэшн, да? Но сейчас очень много коллабораций, в том числе и в товарах народного потребления Ну вот, Бон Парис ВКонтакте, это нормальная коллаборация Либо один из последних наших проектов, это Термос Арктика и Гости Цю Все! Вот на этом я хочу оставить вопрос открытым Меняет брендинг сознания людей, влияет он на что-то, вот в моем понимании влияет И хоть обещал не давать никаких напутствий, но вот это вот напутствие не мое на самом деле А Элвана Тофлера, известный философ, его уже нет с нами И вот он когда-то давным-давно сказал такие вот вещи Что в 21 веке считаться неграмотными будут не те, кто не умеет читать и писать А те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться Чего и нам всем желаю Спасибо вам!